Приветствую вас. Я думаю, что вообще-то, говоря, ситуация здесь не самая простая. Потому что вы... Вы знаете, первое, что я хотел бы вам сказать, это почитать свой текст. Я не знаю, перечитывали вы его или нет, но просто перечитайте. Перечитайте и посмотрите на него, на свой текст. Поставайтесь уловить те мысли, которые вы в нём высказали. А высказывайте вы в нём следующие мысли. Примерно. Он был молодой человек, в полгода встречались, всё было хорошо. Говорит, что любит, хочет замуж, детей и прочее. И сразу вопрос. Вам нужна семья. А зачем? Зачем? Почему вам так нужна семья? Понимаете, вот семейные ценности, да, были бы неплохими, напротив, были бы хорошими, если бы вы не чувствовали себя привязанной к молодому человеку. То есть, если бы не было бы проблем с привязанностью, вот как сейчас у вас есть, то всё было бы хорошо. Я в том смысле говорю, в том смысле говорю, что ценности ваши вы выбираете сами. Но ценности, это именно что выбор, это именно что такой вот приоритет над всем остальным, да, над всем остальными ценностями. Это приоритет. И именно приоритетность. Но, извините, извините меня, здесь вы не просто говорите про ценности свои, здесь вы говорите о том, что вам хочется до смерти вернуть отношения. Ну, лично я вижу в этом не что иное, как не ценности уже. То есть, не что-то, что стало следствием вашего выбора, вашего решения. А здесь я вижу, как бы, замещение ценностей вашими желаниями, к сожалению. Вот. Ну, это, это проблема, на мой взгляд. Которое нужно решать, конечно же. Вот. И так, эээ, значит, эээ... Молодой человек. Молодой человек. Полгода говорил красивые слова, что тот самый, кого он искал, свято на лучшее, хочет меня замуж позвать. Родители у вас только даже до внуков говорили, что они против, да, выходить детей. Вот здесь. А вот. Ну, опять же, эээ, опять же, опять же. На мой взгляд, надо поисследовать. А какое для вас имеет значение, эээ, какое для вас имеет значение? Дети. Да? То есть, вот, что для вас значат дети? Почему вам нужны дети? То есть, ну, вот, они, они вам, они вам нужны. Вот. Как бы это чувствуется. И, вот, это тоже очень важно. Тоже очень важно. Чем, чем и почему вам нужны дети. Дальше. Наши родители, вы в восторге от меня. Но, опять же. Опять же. В восторге, как разница. То есть, это, все-таки, ну, именно, что родители. Ну, его родители. Да-да. То есть, это, как бы, не, не он, не молодой человек, а именно, молодитель. Ну, вот, и, как-то, вот, эээ, как-то, вот, хочется спросить у вас, какое для вас имеет значение, то, что вы родителям его предоставили. Понравилось. Вот. Что-то, если это для вас важно, опять же, то, чем? Понятно. Вот. Потому, что это, все-таки, все-таки, не совсем, про вас. Это, именно, вот, эээ, больше про, эээ, окружающих людей. Вот. Пока, пацаны. Дальше. Вот недавно я начала чувствовать холод от него. Начала спрашивать, говорить с ним, что мне не нравится, и я хочу больше внимания с его стороны. Ну, опять же. Эээ, здесь, в некоторой степени, наручена хронология, Лера, потому, что, вы говорите, что я желательно начала чувствовать холод от него. И начала говорить, что мне не нравится, когда, напротив, если вы чувствуете холод, то, наверное, напротив, говорить о том, что вам не нравится, наверное, не стоит. Ну, именно, вот, в один и тот же момент, единовременно. Да? Вот. То есть, здесь, здесь не совсем, не совсем понятно, что из чего. Вытекает. Вот. Да? Что, что еще вытекает, и что с чем связано. Дальше. Следующий момент. Вы говорите, начала ему выражать то, что мне не нравится, и говорить, что хочу больше внимания от него с его стороны. Но, опять же, здесь, в некоторой степени, разные вещи, потому что, с одной стороны, с одной стороны, выражать то, что вы, то, что вам не нравится, это хорошо. Но, с другой, с другой стороны, на мой взгляд, говорить о том, что вы хотите больше внимания от него, это уже не выражает свои желания, это что-то требовать от него. Это именно, что-то требовать от человека. Это разные вещи. Путать их нельзя друг другу, а вы их путать и мешает. То есть, опять же, вы говорите не о себе, а о том, что вам не хватает его внимания. И если вы начали это говорить после того, как человек нашел меньше уделять вам внимания, ну, вряд ли его это к вам привлечет. Все. Дальше. Постоянно ругались, непонимание. Значит, ну, опять же, ругались, это в том числе и ваша ответственность, и необходимо разобрать, какой именно вы носили вклад в ссоры. Вот, и почему створились именно вы. То есть, вот, именно сам, именно сам процесс. Важно, блин. Дальше. Непонимание. Непонимание, ну, непонимание, это тоже. Тоже. История больше про вас. Ну, на мой взгляд. То есть, вы что-то не понимаете, а вот вы в чем-то не отдаете себе отсчет. Допустим. Дальше. Эм. Следующее. Вы пишите, что решили проверить, насколько он для вас варен. Я так. Понимаю. И пропало. Соответственно, возникает вопрос. Это манипуляция? С вашей, с вашей страны, страны. Или как? Как? Для чего вы это делаете? Понимаете? Какая штука. Какая штука. Дальше. При этом манипуляция. От него ни смысл, ни банка. То есть, эээ, вот. Ситуация. Такая. Вы, эээ, надо. Прибегаете, манипуляция, чтобы что? Вы, как бы, сомневаетесь в себе и пытаетесь, получается, через манипуляцию подкрепить свою уверенность таким образом. Ожидаю от человека каких-то действий. Ну, вот. Это крайне деструктивная, манипулятивная форма поведения. И, нужно, эээ, для себя определить, во-первых, начало вхождения в эту точку манипулятивного. Ээээ, поведения. Вот. Ну, и выход, конечно, тоже. Это вам. Что важнее, у кого вы этому научились и какую цель преследовать? Дальше, увидел, что удалил наше фото и написал ему первое. Зачем? Это вы сами же поручили свою стратегию поведения. В итоге он начал обменять меня, с него хочется иметь детей, я вечно отказываю, моя мама начала злиться на него, потому что ничего не дали, а 9 месяцев, 3 букета подарила. Ну, здесь вы начинаете сравнивать уже материальные истории, я, если честно, читать это не буду, вот, какой эффект имеет значение? То есть он начал вас обменять в том, что вы с тремя отказываете, не очень понятно, что он имеет в виду, здесь нужно пояснить, вы сравниваете здесь свою семью, его семью, и, в общем-то, какое для вас имеет материальное положение, материальная сфера. Какое для вас значение имеет то, что мама на него злится, если отношения строите вы, а не, как бы, ваша мама, да? То есть какое значение имеет? Дальше, значит, вот вы говорите, что не важно, чтобы мой молодой человек нашёл общий язык с моей семьёй. А почему вам это важно? Вы вот не задавались с таким вопросом, почему для меня это так важно? Важно настолько, что я принуждаю другого человека делать это, особенно если он откровенно не хочет. Дальше, в последнее время у него не было такого, чтобы обнять, посылать или брать, сказать мне что-то приятное. Ну, вот здесь опять, понимаете, какие-то ожидания и требования от человека. Между мной и другим временем не хотел разговаться, когда я уходил в комнату, вместе с другими временем, когда я обижнялась, что не пришёл ко мне, он вечно слился. А почему вы ходили в комнату, почему обижнялась? То есть видите, здесь у вас опять же такое манипулятивное поведение происходит. Потом начинал говорить о своей проблеме, говорит, зачем я тебе такой, если я вас люблю, готова поддерживать. Ну, понимаете, если вы любите, вы принимаете человека таким, как он есть. Я боюсь, что вы здесь не говорите о том, здесь, здесь, не, нет, ни слова о том, что вы принимаете живого человека таким, какой он есть. А, понимаете? К сожалению. Поэтому, ну вот, как-то сомнительно очень. Дальше, значит, он сказал только испортить жизнь тебе, ищи нормальному, не уговаривай меня за отношениям, правил просто руки за свои проблемы, у меня сейчас нет отношений, хотя я говорю, что они, что при чём тут отношения, они даже поддерживают тебя всегда. Он говорит, не выйдет будущего уношения медбраза, потому что вы рад мне его. Мне ужасно больно от этих слов. От чего больно? Давайте разберём основания и процесс боли. Давайте попробуем прожить её, давайте попробуем поисследовать её. Это и есть ваш потенциал для личностного роста, который необходим для того, чтобы строить конструктивные отношения. Понимание, что после того, как он написал, написал, как скучает, я за мой лучший, а что только за мной хочет больше, вот теперь просто пытается сдыхаться от меня. Не очень понятно, что вы имеете ввиду. Я не могу его отпустить, очень привязалось, я люблю его. Ну, во-первых, не могу отпустить это, это означает восприятие человека как предмета, то есть никак свободного. Привязалось, это означает, что у вас к нему тяга, это означает, что вы какие-то злые потребности к нему удовлетворяете. Это тоже нужно разобрать к любви, это не имеет отношения. И вот останется после этого, любовь или нет, большой вопрос. Всё это нужно разобрать. Что делать в этой ситуации, что делать, что парень теперь не отвечает на смы, завтра приедет собрать вещи, а я готов бы на связи быть с ним. Зачем, если у вас к нему столько претензий? Вот как вы это всё гармонизируете? Сперва надо в себе забраться, наверное, ничего вы хотите, со своими приоритетами. Сперва надо поработать с самооценкой, с уверенностью в себе, осмотрели у женского поведения, с личными границами, со страхами вашими, с потребностями, чтобы вы всё это лучше понимали. А продолжать думать про отношения. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Отлично. Отлично.